Друзья, всем привет! Сейчас я нахожусь на нашем объекте, который называется До утепления мансардной крыши. Одну серию я уже по этому объекту выпускал. Кто и не смотрел, ссылка будет в описании. Сегодня будет вторая серия. Хочу сделать обзор этого объекта и показать вам несколько узлов. В частности, узел номер один, это приклейка по резолюционной пленке к стене и сложное место, обклейка вот таких вот ригелей. По поводу обзора. Значит, здесь мы делали подстропильное утепление. То есть, здесь между стропилами утеплитель был. Вот стропила 200 мм и заказчик захотел еще дополнительно сделать до утепления крыши. Доверил эту работу нам. Здесь в общей сложности 300 мм утепления. Соответственно, подстропильного утепления 100 мм. Так как крыша сложная, есть вот такие сложные участки, в частности, вот такие яндовы. Сейчас это выглядит вот так вот. Сделаем вставку, как это выглядело раньше, чтобы у вас было понимание. Сейчас это выглядит вот так вот. Здесь идет подстропильное утепление, значит, идет перпендикулярно. Стропилом шел горизонтально брусок 50 на 50 мм, мы 50 мм добавили утепление. Потом вот так вот идет обрешетка, мы добавили еще 50 мм утепления. То есть, у нас получается 100 мм. Дальше у нас идет немецкая паразлельционная пленка Delta David GP, вот такая вот желтая она. На эту паразлельционную пленку приклеивается вот такой вот уплотнитель. Уплотнитель перекрывает все скобы. Видите, ничего не видно у нас. То есть, у нас такая получается полностью герметичная конструкция. И в тех местах, где мы прикручиваем нашу сухую строганную доску, вот закручивается саморез, и вот этот уплотнитель герметично его обжимает. То есть, у нас получается такая максимально воздухоизоляционная конструкция. Все стыки паразлельционной пленки проклеиваются. То есть, это очень важно. И у нас сейчас задача пройтись специальным праймером. Немецкий проклимовский праймер мы используем для того, чтобы создать очень хорошую адгезию. В дальнейшем я вам покажу. То есть, у нас адгезия будет обеспылена, и она будет липкая. И использовать проклимовскую ленту для того, чтобы качественно приклеить вот эту паразлельционную пленку. Она очень круто приклеится, я вам потом покажу. И на эту ленту можно будет потом в дальнейшем вносить какую-то шпаклевку или штукатурку. То есть, очень удобная вещь. И будет понятно, как проклеено. То есть, визуально это все будет видно. И в дальнейшем уже у отделочников, которые будут проходить со финишем каким-то слоем, не будет вопросом, как делать замыкание вот в этом месте. Есть еще сложное место. Это вот эта вот балка. Ну, с точки зрения приклеивания паразлельционной пленки. Здесь вот нужно будет оторвать вот этот рублерод, который торчит, его обрежут. И будут флексбандом, лентой такой специальной, обклеивать вот это вот место. Вот эту LVL-балку. Здесь вот, я думаю, что снизу здесь вот мы пройдемся лентой черной. А вот эти места, которые у нас идет, соединение двух вот этих LVL-брусьев, да, LVL-балка, будет проходиться герметиком. Кто подписан на мой телеграм-канал, будет смотреть, как эти узлы мы будем в дальнейшем делать. Я буду выкладывать фотоотчет после того, как уже полностью все работы будут выполнены. Так что обязательно смотрите. Те, кто на телеграм не подписан, обязательно подписывайтесь, потому что мы его сейчас максимально будем продвигать. Там уже 13 тысяч подписчиков. Вот так что обязательно подпишитесь. Здесь вот у нас вот так это все сделано. И еще один нюанс по поводу вот этой крыши, по поводу утепления. Здесь вот стена была, то есть она была выше поднята. То есть заказчик привел специально обученных людей, которые обрезали вот эту вот стену, стена из газобетона. И мы пароизоляционную пленку, видите, проводим выше стены. То есть у нас это очень хорошо так делать, потому что меньше всяких сложных каких-то приклеек, получается более такой герметичный контур. Тут темно, но я думаю, все равно вам видно. Видите, у нас пароизоляционная пленка доходит дальше. Здесь она упирается в балку, в LVL, да, и здесь вот тоже все это будет проклеиваться флексбандом. По поводу мансардных окон, еще есть момент. Здесь вот у нас пароизоляционная пленка замыкается у нас фартуком с окладом, с окладом пароизоляционным от мансардных окон VELUX. Здесь мансардные окна VELUX. Вот этот откос у нас сделан вертикально. Верхний откос у нас сделан горизонтально. То есть вот так это все смотрится. Очень аккуратно все это приклеено. И видите, пароизоляционный контур заходит туда вот специальный паз, замыкается по периметру мансардного окна. Здесь вот все нужно будет приклеивать. Вот так это все смотрится. Субтитры подогнал «Симон»! Что мы сделали для того, чтобы приклеить пароизоляционную пленку? Мы взяли специальную немецкую вот такую вот грунтовку, праймер. Праймер в переводе с английского это грунтовка проклимовскую. Вот у нее какое преимущество? Помимо того, что у нас обеспыливается поверхность, она еще становится липкая. И вот эта вот лента, да, она сама по себе очень круто приклеивается. Она еще лучше приклеивается к вот этой липкой части. Вот ее оторвать там, ну вот реально там. Вот она уже все. Вот тянется. То есть это как бы на свежую, да? Сейчас, когда нормально она уже высохнет, уже вот эту вот ленту уже точно не оторвать. Видите, как это смотрится надежно. И самое главное, что потом, когда будет делаться отделочная работа, штукатурщиком спокойно можно будет вот на эту часть наносить штукатурку или шпаклевку. Очень удобная, очень продуманная такая лента. Вот у нас грубо законченный вариант будет выглядеть вот так вот. Дальше мы берем вот такую вот ленту. Лента называется Flex Band. У нее вот такая вот ширина 10 сантиметров. И здесь вот, если посмотреть, идет вот такая вот полосочка. То есть это лента и вот эта лента защитная. Защитная лента здесь, защитная лента здесь. Сейчас я вам покажу, как это все работает. То есть мы сперва отрезаем необходимый нам участок. Сейчас мы будем делать, обгибать вот эти вот две балки. Покажу вам, как это с помощью этой ленты можно сделать круто. То есть сперва вот эту часть ленты убираем. Потом, ну, приклеиваем ее, соответственно, либо к пленке, либо к дереву. В зависимости от места, где как удобно. Да, а потом вот эту и делаем то же самое. Либо к дереву, либо к пленке. Урал, покажи на камеру. Вот так вот снимается. Поближь, да, мне вот эту вот ленточку. Вот видите, она такая очень липкая получается. А с обратной стороны у нее такая, как бы, тряпочная, наверное, такая структура. Давай, приклеиваем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Друзья, ну вот такой вот небольшой видеоролик получился. С небольшими сложностями, заморочками, но в конечном результате мы добились того, чего хотели. Наши ленты приклеиваются хорошо после того, как мы их отшлифовали. И теперь наши конструкции будут максимально герметичны и воздухонепроницаемы. Если есть какие-то вопросы, задавайте в комментариях. А так, самое главное, берегите себя, не болейте. Все, всем пока!